Вот кому этот хороший, красивый полисадник помешал? Кому? Пенсионерка переживает за свой полисадник, который просят убрать. По её словам, дом в селе Каинлы ей достался от родителей. Говорит, всю жизнь под окнами они выращивали цветы. А теперь вдруг огороженная придомовая территория помешала муниципальным служащим. Мне сельсовет Бернинде предупрежден. Об этом в местном сельсовете не знают. Теперь всё село находится в заблуждении. Никто ничего не понимает. А бумаги с предупреждениями тем временем продолжают приходить жителям. По словам сельчан, несколько человек с их улицы уже разобрали свои полисадники. Сделать это пришлось и 96-летней бабушке. Пожилая женщина испугалась больших штрафов и попросила сына убрать забор перед домом. Однако не все местные жители готовы сделать то же самое. Мы не знаем, конечно, суть чего. Мы не знаем, что нам поставили известно, что мы приехали, объяснили, и мы будем действовать. 37 лет живу замужем. Впервые слышу, что до нас жили родители у мужа. Никто слова даже не говорил, никто даже об этом разговор не вел. Как удалось выяснить, подобными проверками занимаются специалисты Росреестра. Как пояснил руководитель Наиль Нуриев, согласно закону, в большинстве случаев территории полисадников – это земля общего пользования, принадлежащая государству. Это значит, что огораживание подпадает под статью «Самовольный захват территории». Мы выезжаем и на местности определяем нарушения земельного законодательства. На сегодняшний день с статьей 7.1 Кодекса административных правонарушений определены размеры штрафов. Для физических лиц составляет от 5 до 10 тысяч. Как говорит начальник, перед ними не стоит задача максимально оштрафовать жителей сел. Главное – устранить данные нарушения. Люди сами могут решить – освободить участок земли, либо законно его оформить. Тут же в МФЦ можно подать заявление на предоставление данного земельного участка. В принципе, мы вносим предписание и даем срок для устранения данных нарушений. На оформление в собственность участка земли жителям дается полгода. В течение этого времени они имеют право не разбирать полисадник и могут не платить штраф. Проверки соблюдения земельного законодательства ждут жители и других сел Нижнекамского района. Поэтому сотрудники Росреестра предлагают хозяевам домов заранее вызвать специалистов и выяснить, нет ли на участке самовольного захвата земли. Регина Шигапова, Влас Симагин. Новости Татарстана.